Итак, друзья, всем привет! Вводное видео по вспышкам. Видео рассчитано в первую очередь на тех, кто только начинает пользоваться вспышками. Изначально это планировалось как лекция от Дэна, он снимает активно вспышками более 4-х лет, но у нас при записи этого видоса произошло фиаско, и вот теперь будет вот такой формат. Если что-то будет непонятно, любые технические вопросы можно задать Дэну в Инстаграме, и также у меня в Инстаграм постоянно проходят прямые эфиры, где мы разбираем разные вопросы, разные темы, и сейчас вообще вся движуха в Инстаграме, поэтому есть смысл подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей, расписания мастер-классов и прочее. Еще раз повторю, это вводное видео для тех, кто только начинает знакомиться со вспышками. Кому нужна более практическая составляющая, как снимать на банкетах, как расставлять вспышки, то ссылки на эти видео будут в описании. Итак, все вспышки мы можем поделить на две основных группы. Это оригинальные вспышки, то есть вспышки сделаны той же фирмой, что и ваш фотоаппарат, и неоригинальные. Это когда альтернативные фирмы делают вспышки под ваш фотоаппарат. Считается, что оригинальные вспышки более надежны, более долговечны, и у них более хороший конструктив. Как правило, в таких вспышках расширенный функционал, но и стоят такие вспышки значительно дороже. Если средняя цена у них 10-15 тысяч, то более навороченные модели будут стоить от 40 тысяч. Неоригинальные вспышки считаются как бы менее надежные, но из своей практики могу сказать, что у меня не сгорело ни одной вспышки. У Дэна за 4 года сгорела одна вспышка, и были мелкие поломки, которые он самостоятельно ремонтировал. А именно сгорела всего одна вспышка за все время. И то ее там использовали в довольно экстремальных условиях. Совершенно другая ситуация, что для качественной съемки банкетов, причем не важно, свадебное это мероприятие, корпоратив, либо это какое-то детское мероприятие в помещении, по-хорошему свет нужно выставлять на стойке и ставить их по углам. Об этом и здесь немножко будет, и в описании под видео будут ссылки на видосы, где полноценно рассказывается и о схемах, и о всем, как снимать правильно банкеты. И мы ставим вспышки на стойке, и очень часто их роняют. В среднем я за сезон разбиваю 1-2 вспышки, и как большинство моих друзей-фотографов. И разбить вспышку за 2 500-3 тысячи рублей куда проще, чем разбить вспышку за 15-20 тысяч рублей. А если у вас их 2 в сезон разбили, то тем более. Альтернативные вспышки самые простые, на Алиэкспрессе можно купить от 1700 рублей, а такие довольно эффективные и хорошие в среднем будут стоить 2 500-3 тысячи рублей. Самой популярной альтернативной фирмой является фирма Young No. А хорошие вспышки у нее будут стоить 2 500-3 тысячи рублей на Алиэкспрессе, и ими можно полноценно и эффективно пользоваться и работать на различных банкетах и мероприятиях. Данными вспышками пользуется большинство свадебных фотографов, в том числе и самые именитые, такие как Малышев и прочие. Эта фирма зарекомендовала себя как очень хорошая и надежная. Также сейчас очень часто пользуются вспышками Andoyer, это еще более дешевая фирма, у них можно хорошие вспышки купить за 1700-2000 рублей, а иной раз по акции за 1500 на Алиэкспрессе. В общем-то самые дешевые Andoyer имеют тот же функционал, что и Янги, но единственное у них более такой ненадежный конструктив, то есть там может практически что-то заклинить, что-то где-то там сложно достать, нажать, и в общем-то как-то они менее уверенно выглядят в руках, скажем так. Но при этом пользуясь ими уже более двух лет, никаких сложностей не было, ни разу ни одна не перегорела и никаких проблем с ними не возникло. Также есть одна особенность, что Andoyer не уходят в спящий режим, то есть их можно ставить на стойки и не переживать, что если вы долго не пыхаете, то они идут в спящий режим, и вам нужно будет руками их будить. Янги по умолчанию сами уходят в спящий режим, и вам нужно скачать инструкцию в интернете и найти, там будет описание, как найти в настройке меню, то есть нам нужно будет зажимать различные комбинации клавиш, и как сделать так, чтобы подключить спящий режим, потому что процесс не самый приятный, если был какой-то перерыв, вы не фотографировали, потом начали снимать, а у вас все вспышки ушли в спящий режим. Ну и самыми крутыми из альтернативных считается фирма Godox, она считается самая качественная, самая надежная, и как правило у этих вспышек самый навороченный функционал, но и цена ощутимо выше. Но опять же, если вам нужны вспышки для съемки банкетов при подобных мероприятий, то особой нужды во всем этом функционале нет, и когда мы весь его разберем и разберем съемку банкетов, вы сами поймете, что вам ближе и что вам нужно. И что еще важно знать, если вы пользуетесь популярными моделями фотоаппаратов, Canon, Nikon или Fuji, то у вас там одинаковое крепление для вспышек, и если вы купили Young Note для Nikon, он подойдет и на Canon, и на Fuji. А если вы снимаете на Sony, то там немного другой башмак, и вспышки как правило вообще не подходят, то есть на Sony нужно уточнять. Если вы снимаете на Canon, Nikon или Fuji, то у вас вспышки одинаковые. Если вы купили альтернативную вспышку, обычно там пишется, что она подходит и для Canon, и не для Nikon, но даже если написано, что она подходит для какой-то одной фирмы, она без проблем подойдет и для другой, там для Canon, Fuji и Nikon. Но известны случаи, что когда люди одевали родную вспышку, допустим, от Nikon на Canon, то либо они не работали, либо были случаи, когда вообще сжигался башмак, то есть это вот контакты крепления, они сжигались и переставали работать, приходилось ремонтировать. Такое на форумах несколько раз я читал, но это именно когда родная вспышка одевалась на другую фирму. Альтернативные вспышки, которые подходят под Nikon, подойдут и под Canon, и под Fuji. Правда, на Fuji может быть ограниченный функционал, но основные функции пыхания она будет выполнять. Но и одна из первых функций, которые присущи практически всем вспышкам и которые довольно полезны, это светоловушка или режим slave на вспышках. Смысл в том, что вспышки со светоловушкой можно поджигать на расстоянии с помощью другой вспышки. А грубо говоря, вы фотографируете человека, вот эту внешнюю вспышку ставите где-то сбоку от него, просто вот на такую лавку, как на картинке, и она сбоку светит на человека. А вы фотографируете его спереди, и вы можете вытащить свою маленькую накамерную вспышечку, которая очень маленькая и дает убогий свет, но большая вспышка стартанет от маленькой накамерной вспышки. При этом в настройках фотоаппарата можно настроить так, чтобы свет от маленькой вспышки либо учитывался на объекте съемки, либо не учитывался. То есть вам не нужно никаких непроводов, ничего другого для того, чтобы синхронизировать вспышки. И точно так же, придя в банкетный зал, вы можете поставить 2-3 вспышки по диагонали на стойке, и у вас на фотоаппарате будет стоять ваша маленькая вспышка встроенная, вы будете пыхать этой маленькой вспышкой, но она будет зажигать на расстоянии все те большие вспышки, и вам не нужно ни с чем заморачиваться, и у вас также все будет работать без проводов, это очень удобно. Главных минусов здесь несколько. Первое, если в банкетном зале очень светло, то ваша маленькая накамерная вспышка, она просто не даст той мощи, и большие вспышки ее не увидят. Здесь, как вариант, можно делать, что на фотоаппарат вставить большую вспышку, и потом еще по диагонали ставить 2 также больших вспышки, и тогда на вашем фотоаппарате будет пыхать большая вспышка, и она будет поджигать те 2, которые стоят на стойках. Опять же, в сильно светлом помещении это не сработает, потому что те вспышки в большой светлоте могут их не увидеть. Вторая особенность, особенно часто вы будете сталкиваться на корпоративах и мероприятиях, то, что вы там не единственный фотограф, а очень много гостей со своими пыхалками, и неважно, это зеркальный фотоаппарат, либо это мыльница, но каждый раз, когда кто-то из гостей будет снимать на эту мыльницу, снимать со вспышкой, то все ваши вспышки будут также работать, они будут также срабатывать на них, и у вас очень быстро сядут батарейки, при этом может часто получаться так, что несколько раз гости пыхнули, и вашим вспышкам нужно время на перезарядку, чтобы, потому что батарейки очень быстро разряжаются, им нужно время перезарядиться, И в тот момент, когда вы решили сфотографировать, ваши вспышки были не готовы. И в этом вот такая проблема. То есть светоловушка. Еще одна проблема, что если кто-то головой загородил фотоловушку, то свет туда не попал и вспышка не сработала. Либо если не очень удобный банкетный зал с колоннами и прочее, то опять же, если в прямой видимости этой вспышки нет зажигающей вспышки, то она не сработает. Поэтому по-хорошему для полноценной работы использовать радиосинхронизаторы. Они бывают как встроенные вспышки, но это в самых дорогих моделях. Либо они бывают внешние. Один ставится на фотоаппарат, другой ставится на вспышку. И уже независимо от того, заслонили или нет, по радиочастотам они синхронизируются. Это очень удобно. И не реагируют на другие вспышки, но об этом мы поговорим. Наличие светоловушек особенно выгодно для начинающих ребят с небольшим бюджетом. Вы можете купить 2-3 самых дешевых вспышки по 1700, такие как этот Android. И иметь возможность устраивать какое-то необычное освещение. Особенно если вы фотографируете где-то в помещениях, вы можете одну вспышку поставить сзади. И без дополнительных трат на самых дешевых вспышек синхронизировать их с помощью своей встроенной вспышки. Ну, либо вот на камеру поставить вторую вспышку и получать контровое, либо боковое освещение. Когда вы экспериментируете, чем-то творческим занимаетесь для себя в спокойных обстановках, это очень удобно. Самое главное, что это самый дешевый способ получить возможность различного освещения контрового, бокового и использовать сразу несколько вспышек. И при этом ни на что не тратиться лишнего. Еще одна неплохая функция, которая часто встречается, особенно в альтернативных вспышках, это подсветка автофокуса. То есть это 1-2 диода, которые встроены в вспышку. И когда вы фотографируете, допустим, на танцах, либо в очень плохой освещенности, и если особенно вы снимаете на Canon, у которого нет своей подсветки автофокуса в самом фотоаппарате, и у вас недорогая модель, то в полной темноте ему просто негде сфокусироваться, и он никак не может поймать фокус, и вы никак не можете сделать фотографии, либо очень много ошибок фокуса. То в этом случае зажигается подсветка, она помогает фотоаппарату на чем-то сфокусироваться, а потом уже делать фотографии. И это довольно неплохо. Опять же, особенно для людей, у которых недорогая камера, и особенно если это Canon, потому что только в Canon нету подсветки автофокуса. В Nikon, Fuji, практически во всех моделях в сам фотоаппарат встроены небольшие диоды, чтобы подсвечивать в темных условиях. Функция зума встречается в основном в более дорогих вспышках. Смысл ее в том, что вы можете регулировать пучок света, делать его более узким, либо более рассеянным, более широким. Допустим, у вас вспышка стоит на фотоаппарате, вы выкрутили свой объектив на 200 мм, и фотоаппарат понял, что вы снимаете что-то вдалеке, поэтому он сделал максимальный зум на вашей вспышке для того, чтобы сделать более узкий пучок, более направленный вдаль. Либо вы выкрутили на ширик, значит, фотоаппарат понимает, что вы снимаете что-то поближе, и он может сделать более широкий пучок, ну, насколько позволяет возможности вспышки. Опять же, в каких-то случаях это полезно, допустим, если вы снимаете танцующих молодожен, и вам хочется, чтобы все было в темноте, именно пучком света осветить именно ребят, но все же здесь это не так, нельзя сказать, что это дает максимально узкий пучок света. Здесь лучше использовать специальные насадки, мы их разберем, которые на любой вспышке могут дать максимально узкий пучок света, а еще лучше использовать фонари, потому что вы снимаете, скорее всего, не один, а снимаете с оператором, и ему эти вспышки будут очень сильно мешать на танце молодожены, на прочих ответственных мероприятиях, а если вы поставите, согласуете фонарь, то этот фонарь будет полезен и вам, и им, и он даст возможность вам регулировать, как вам нужно. Но если вам нужна мощь вспышки, в любом случае, никакой, даже самый узкий зум не сравнится со специальными насадками, мы их тоже разберем. На дешевых вспышках зума нету, и он там по умолчанию стоит в одном положении, на самом универсальном, на широком варианте, то есть освещать более-менее широко все. Ну и для съемки различных банкетов и подобных мероприятий нам зум особо и не нужен, абсолютно хорошо подходят стандартные вспышки без функции зума, которые стоят в одном положении, мы их ставим на стойки по углам, и у нас все получается замечательно. Поэтому если вы как-то узко не специализируетесь, то особой нужды в нем нету. Либо, как вариант, если очень сильно хочется, можно купить одну более дорогую вспышку с функцией зума, если вам уж очень сильно хочется, и парочку других самых дешевых для того, чтобы их ставить на стойки и не переживать, что они разобьются. Зум может регулироваться как автоматически, когда вы крутите объектив и вспышка подстраивается под него, так и вручную, когда вы можете сами в настройках вспышки заставить сделать пучок более широким, либо более узким. Также в большинстве вспышек есть вот такая выдвижная рифленая стекляшка, которая делает пучок света еще более широким. Но если вам надо действительно более мягкий широкий пучок света, то лучше использовать различные зонтики и полноценные насадки, о них мы поговорим. Еще одна функция это режим TTL. Это режим, в котором фотоаппарат и вспышка работают как единое целое, особенно если вы снимаете в полуавтоматических режимах, например, приоритет диафрагмы. Вспышка сначала дает короткий импульс, замеряет освещенность с учетом уже того, как будет делать вспышка, и потом она еще раз фотографирует, и вы можете в полностью автоматическом режиме снимать. То есть без этого режима в автоматическом режиме снимать не получится, потому что без функции TTL фотоаппарат понятия не имеет, как будет выглядеть окружающая среда, когда сработает вспышка. И у вас получится, что все фотографии засвечены, потому что в полуавтоматическом режиме фотоаппарат пытается получить фотографию, при том освещении, при котором есть, а потом неожиданно срабатывает пыха и все засвечивает. В TTL режиме фотоаппарат со вспышкой будет работать как единое целое, но опять же из минусов очевидно, что во-первых, намного быстрее расход батарейки, потому что на каждый пых будет у вас предпых, чтобы сделать оценку окружающей среды. И второе, этот режим может быть использоваться, когда вы снимаете со вспышкой, стоящей на фотоаппарате, тогда еще есть какой-то смысл. И опять же, снимать полноценно банкеты, репортаж на банкетах с использованием вспышки на фотоаппарате, это довольно так себе картинка. По-хорошему, вспышки выставляются по углам, настраиваются один раз, и у вас весь банкет абсолютно одинаковая, хорошая освещенность картинки. И там, разумеется, никакого TTL режима нету, вы раз все настроили, TTL режимом не пользуетесь. Если вам хочется, опять же, можно иметь одну более-менее хорошую вспышку, которая при нужде будет ставиться на фотоаппарат, либо на какой-то выносной палке, чтобы иметь возможность немного со стороны снимать. Пусть там будут различные зумы, TTL, если вам нужен, но иметь в первую очередь, обязательно иметь хотя бы две внешних дешевых вспышки, которые вы будете ставить просто на стойке по углам и получать красивые картинки. Лично я выбираю вспышки по принципу, чтобы она была самой дешевой и чтобы у нее обязательно была поворотная голова, чтобы она наклонялась вверх-вниз и также могла вертеться вправо-влево. Это очень важно. Все мы знаем, что самый скучный свет это свет в лоб, когда просто вспышка направлена в лоб, получаются очень такие скучные плоские фотографии. Если у вас вспышка находится на фотоаппарате, то она будет светить в лоб, но если у вас внешняя вспышка, которая поворотная голова, то вы можете направить ее в сторону ближайшей стены, свет до нее долетит. Мало того, что он от нее отразится и будет светить на модель сбоку, он от нее отразится более рассеянным и получится у нас такой более мягкий, более широкий такой свет, который будет походить на свет от окна. И имея поворотную вспышку на своем фотоаппарате, вы можете практически в любом месте получить боковое освещение, это очень удобно. Также часто в вспышках есть выдвижной белый листик, отражатель Если его нет, люди часто делают это самодельно Любой кусок бумаги на резинке приделывают Либо есть отдельные внешние отражатели, которые бывают довольно большими Но смысл здесь очень простой Если у нас нет возможности отразить свет от боковой стены Допустим, стены находятся где-то далеко от нас Часто это бывает в наших случаях в ЗАГСах Когда мы не можем отражать от стен, потому что они далеко То мы можем отражать свет от потолка Вспышка, которая находится на фотоаппарате, направляется не в лоб ребятам Чтобы не получать плоскую картинку и не получать тени за спинами ребят А она направляется под 45 градусов вверх То есть она светит в потолок и от потолка уже более мягко отражается сверху Под углом на ребят, получается неплохо А вытащенный белый листик, часть потока небольшую Но все же отправляет немножко вперед И немножечко спереди еще подсвечивает ребят И получается, что у нас есть основное освещение, которое идет от потолка И еще второй источник света, который идет от белого листика Немного подсвечивая лицо Но и тут возникает очевидная проблема Использовать отраженный свет можно только в тех случаях Если у нас отражающие стены имеют подходящий цвет То есть белый или серый Иначе в любом другом случае отраженный свет будет приобретать оттенок стены И если у нас какая-нибудь красная стена То отразившись от нее свет будет освещать все красным светом И обрабатывать такие фотографии будет просто невыносимо Придется доказывать клиентам, что нынче очень модны черно-белые фотографии Поэтому большинство фотографов стараются сейчас использовать не отраженный свет А свет направленный сразу от вспышек на объект съемки Если нужно сделать мягче, можно использовать различные зонтики, насадки и прочее Но самое главное, что свет идет из вспышки сразу на модель А от модели попадает нам уже в камеру И независимо от того, какая окружающая среда Даже если у вас банкет будет в ярко-красном банкетном зале Все равно, если вспышки стоят на стойках, вы ставите температуру в кельвинах В большинстве случаев это 5400 Если у вас на фотоаппарате кельвины не ставятся То просто выбираете в стандартных настройках режим вспышка Он есть на всех фотоаппаратах И он вам поставит, как правило, 5400 кельвинов И независимо от того, где вы находитесь, какого цвета банкетный зал У вас сразу, если вы выставили бы кельвины У вас сразу будут получаться очень хорошие цветы Обработка таких фотографий будет занимать очень-очень мало времени То есть вы раз настроили мощность вспышек Раз настроили кельвины И потом, когда уже обрабатываете единым пресетом Практически весь банкет обработаете И никаких проблем у вас не будет Поэтому еще раз, очень важно Если у вас особенно банкетный зал Кого-то непонятного цвета, некрасивого Использовать не отражающий свет А именно ставить на вспышки и направлять их И напомню, что под этим видео есть ссылки на видео О том, как снимать банкеты Как расставлять вспышки, схемы света И все тонкости, как именно ставить это на банкетах Кому интересно, именно практическая часть будет в этих видео Еще одна характеристика вспышек Это ведущее число Говоря самым простым языком, это мощность вспышки Чем ведущее число больше, тем вспышка мощнее Опять же, исходя из своего опыта Я всегда выбираю самые дешевые вспышки Желательно не более 3000 рублей Чтобы у них была поворотная голова И никогда не смотрел, какое там ведущее число Потому что даже на этих дешевых вспышках Никогда у меня ни разу не возникло нужды Ставить вспышку на максимальную мощность Основная часть работы происходит на минимальной мощности Либо максимум на средней мощности Поэтому лично я никогда не смотрел на ведущее число вспышек Потому что даже на самых дешевых оно нормальное, подходящее И еще один важный момент, особенно при съемке банкетов Мы никогда не ставим на банкетах вспышку на большую мощность В большинстве случаев мощность у нас стоит на минимальных значениях вспышки Дело в том, что банкеты лучше всего снимать на высоких ISO Как ни странно, даже если у вас недорогой фотоаппарат И если там при обычных условиях ISO 800000 выдает шумы То на банкете можно поставить даже там 1200 Но при этом использовать 3-4 внешних вспышки Которые будут стоять на маленьком свете Здесь очень важно понимать, что при высоком ISO Шумы появляются не абсолютно всегда в любой ситуации А в тех случаях, когда не хватает света И когда у нас есть какие-то темные участки очень сильные Но у нас в любом случае стоят вспышки Они стоят на маленькой мощности Света хватает, какого-то дикого шума не будет Он легко подавится в шумодаве Но здесь у нас есть два больших преимущества Первое, это как ни странно, но Когда у нас более высокое ISO У нас лучше прорабатываются детали в тенях То есть, если у нас люди в каких-то черных одеждах Либо какие-то темные интерьеры Либо также костюм жениха Весь черный На минимальных ISO, но при мощной вспышке У нас просто чаще всего будет получаться, что кусок Пиджак, единый черный кусок Когда у нас высокое ISO и маленькая мощность вспышек То в большинстве случаев у нас будут хорошо проработаны детали в тенях И фотографии будут такие более интересно выглядеть Многим это может показаться как-то нелепо и неестественно Но как бы это так И самый простой способ Просто прийти и снять банкет Расставить вспышки Часть банкета поснимать на большой мощности С низким ISO, а потом поставить ISO От 1000 до 1600 И поставить слабую мощность вспышек И увидеть потом при обработке Насколько лучше получаются Именно в плане света тени фотографии на высоких ISO У нас здесь не идет речь о качестве Какой-то супер детализации Как на высококачественных портретах Она и не нужна на банкетах У нас речь идет именно в первую очередь О том, что у нас черные части На банкетах не будут выглядеть кусками черноты провалами А такое часто на банкетах бывает Кто снимает, тот знает То есть если у вас совсем древний фотоаппарат И на нем ISO 400 Это прям потолок и все плохо То разумеется уже там на ISO 1000 не поснимаешь Но если у вас даже средний фотоаппарат На котором ISO 1000 Это такое терпимое, но пограничное состояние То не бойтесь Поставьте 1000-1200 И подключите вспышки У вас картинка получится хорошая Если у вас хороший фотоаппарат То там можно ставить ISO 1600 И ставить еще меньшую мощность вспышек Ну и второй не менее важный плюс От того, чтобы ставить высокое ISO И меньшую мощность вспышек То, что у нас, во-первых, хватает То, что у нас, во-первых, намного дольше хватает батарейки В таком случае можно всю свадьбу отснимать На одном комплекте батарейки Если они нормальные И вспышка быстрее перезаряжается То есть если у вас происходят какие-то динамичные события И очень много всего подряд нужно делать кадров То когда у вас стоит маленькая мощность вспышки Вы можете одну за другой фотографию делать И все у вас будет хорошо Если у вас нужна какая-то поставить большую мощность вспышки То вы сделали подряд 3-4 фотографии И у нас вспышки немножко подустали И им нужно какое-то время, чтобы подзарядиться Чтобы конденсатор там зарядился Чтобы она могла дальше пыхать И поэтому вы можете... И поэтому нередко будут случаи, когда вы проматываете какие-то важные события И сейчас большинство вспышек и фотоаппаратов Даже самые дешевые вспышки, которые вначале я показывал Они поддерживают серийную съемку То есть у нас невеста кидает букет И я на серийной съемке там 5-6 кадров в секунду делаю И все 5-6 кадров в секунду у меня успевается вспышка на каждый кадр пыхнуть Потому что стоит на малой мощности Если бы она стояла на большой мощности Но при этом ISO была слабенькая То я бы первых 2 фотки сделал со вспышкой Все остальные у меня были бы в темноте Потому что вспышка не успела бы подзарядиться Но и тут очень важно, какими аккумуляторами вы пользуетесь С обычными аккумуляторами, там DP и подобными, которые продаются в бытовых магазинах Лучше не пользоваться Потому что, во-первых, они очень быстро садятся И вам нужно на свадьбу, на банкет Будет покупать как минимум 2, а то и 3 комплекта И второе, они не дают той мощи и той скорости перезарядки И если вам нужно часто снимать Они не смогут так быстро заряжать вашу вспышку Одни из самых лучших считаются батарейки Eneloup Я пользуюсь Eneloup белыми Они дешевле Но есть Eneloup черные, Eneloup Pro Они ощутимо дороже, но они дают еще более мощность Еще большую скорость перезарядки То есть вы можете прям большими сериями снимать И все равно вспышки будут успевать заряжаться И вы будете всегда получать свет И у них ощутимо большая мощность То есть таких аккумуляторов вам без замены хватит на большее число фотографий Но из моей практики могу сказать, что в большинстве случаев Белых Eneloup мне хватает на весь банкет Одного комплекта на вспышку Также сейчас очень много ребят И обычных фотографов и очень крутых фотографов Пользуются аккумуляторами Lada Они продаются в Ikea Стоят очень дешево Но при этом множество тестов показывают Что они практически не уступают Eneloup И являются нечто среднее между Eneloup черный и Eneloup белый И очень много хороших от них отзывов При этом если у вас есть Ikea в городе То грех не купить Вы сэкономите там не одну тысячу рублей на них Ну и продолжая тему аккумуляторов Сейчас все больше популярность приобретают вспышки Godox Которые в большинстве случаев имеют встроенные аккумуляторы То есть это не пальчиковые аккумуляторы А прям встроенный большой аккумулятор Его преимущество то, что он еще мощнее Его хватает на еще большее число фотографий И что важно, он дает еще большую скорость перезарядка То есть вы можете весь банкет снимать сериями Потом выбирать самые лучшие кадры И он будет успевать И его хватит в большинстве случаев на весь банкет Итак, мы уже разобрали, что в большинстве вспышек есть светоловушка То есть вспышки могут поджигаться от света другой вспышки И о том, что это весьма неудобно Что если вспышку кто-то загородил, то она не сработает Если кто-то другой пользуется фотоаппаратом со вспышкой То ваши вспышки будут срабатывать и на нее Поэтому лучше всего использовать радиосинхронизаторы И в самых дорогих вспышках есть встроенный радиосинхронизатор Это довольно удобно Тем, что вам не нужно никаких дополнений Установили вспышку Сразу она у вас синхронизируется по радиоканалу Ни на кого не отвлекается И никак ее загородить нельзя Но опять же, покупать дорогие вспышки Из-за того, что там есть встроенный радиосинхронизатор Не сильно выгодно в большинстве случаев Потому что, как я уже говорил Чаще всего вспышки у нас разбиваются, а не ломаются Поэтому я пользуюсь внешними радиосинхронизаторами Вот они слева Одна штучка одевается на фотоаппарат Вторая на вспышку Также их можно хоть пять, хоть сколько штук Одеть на любое число вспышек И они все у вас синхронизируются Причем множество различных настроек и тонкостей И чаще всего, когда вспышка падает и разбивается Радиосинхронизатор у нас остается целым И мы можем его оставить на следующую вспышку Более подробно о тонкостях радиосинхронизатора И какие выбрать Будет видео, как снимать банкеты Как расстроить вспышки на банкеты Ссылка на них в описании Ну и как я надеюсь многие знают Работая со вспышками, неважно с внешними маленькими Либо со студийным оборудованием У вас всегда одна и та же скорость затвора Называется она X-синхронизация И зависит от модели вашего фотоаппарата И в большинстве случаев она либо одна 160-я Либо одна 180-я На более дорогих моделях она может быть одна 250-я Самый простой способ узнать вашу X-синхронизацию Это вбить в Яндекс В модель вашего фотоаппарата И далее какая X-синхронизация Там все будет прописано Ну либо второй способ поставить одну 160-ю Сделать фотографию Если все нормально поставить одну 180-ю Ну фотографию разумеется со вспышкой Если опять все нормально, то поставить одну 200-ю И скорее всего у вас появится сверху или снизу черненькая полоска То есть шторки вашего фотоаппарата не успевают Раз появилась черненькая полосочка Значит возвращаемся назад на 180-ю И вот ваша скорость X-синхронизация Одна 180-я И можете дальше полноценно снимать Но здесь просто для общего развития Бывают специальные вспышки Которые поддерживают высокую скорость затвора То есть если вам не есть нужда Какие-то сложные съемки Необъяснимые Где нужна бешеная скорость затвора То там тогда нужны специальные вспышки Которые поддерживают высокую синхронизацию То есть можно снимать на бешеных скоростях затвора Просто чтобы вы знали Ну и теперь давайте поговорим о различных насадках на вспышки Которые позволяют расширить возможности вспышек На самом деле их безумно много Все они очень разные И в большинстве случаев они очень неудобны в применении Потому что их как правило неудобно одевать на вспышки Плюс они не очень надежно держатся и прочее И на данный момент лучшее решение всего что я видел Это магнитные насадки Первое что у вас есть это резиночка которая надевается на вспышку Видно вот это справа как это выглядит Она не особо мешает Если вам нужно использовать вспышку без насадок Все равно резиночка находится на ней И в этой резинке по бокам находятся два крупных магнита Очень мощных И все следующие насадки из этой серии имеют также два магнита встроенных в них И вам не нужно ничего привязывать, застегивать, прилеплять Вы просто присоединили насадку и она тут же примагнитилась И это очень удобно Если вы сняли резинка осталась на вспышке Она не мешает Первая самая простая насадка это цветофильтр Их в комплекте бывает очень много Чаще всего я пользуюсь желтым Это дает возможность использовать вспышку Как будто это не вспышка А какой-то солнечный свет Закатное такое освещение И желто-оранжевый свет делается очень приятно Второе что часто пользуется это соты Причем можно купить несколько сот Одевать их одну поверх другой Делается немножко ломаный свет Но и что еще интереснее Он становится намного направленней То есть если вам нужно не освещать все пространство вспышкой А более узкий пучок света сделать То можно использовать соты Но есть для этого дела более интересная Более классная штука Вот такой вот снуд Он из этой же серии Вообще не бывают самые разные Бывают на липучках и прочее Но из этой же серии он также на магнитах Вы просто поднесли к вспышке И она примагнитилась к ней Если у вас та резинка с магнитами одета Эта штука позволяет на большое расстояние Передать очень маленький пучок света То есть маленький-маленький шарик освещения И вот как раз в том случае Если вы танцуете Снимаете танцующих молодожен среди людей Вы можете поставить на стойку ее со снудом И никакой зум Ни на какой вспышке Не позволит вам сделать настолько маленький пучок света И передать его таким маленьким на большое расстояние И вы можете высветить конкретно ребят Либо подсветить Если вы снимаете каких-то людей Портреты там что угодно А подсветить какие-то детали дополнительно Сделать их светлее или еще что-то Именно благодаря снуду Вы можете направить узкий-узкий пучок света На большое расстояние Очень удобная штука Вот так выглядит подобный набор насадок На Алиэкспрессе Которые именно магнитные В нижнем правом углу Это резинка с магнитами Которая одевается один раз на вашу вспышку Дальше от нее пошел резинка В которую можно вставлять различного цвета Светофильтры Потом идет одна решетка Сверху в левом углу у нас это снуд Как раз чтобы пучок света делать Потом идет самая наверное бесполезная здесь вещь Это такой внешний аналог белого листика Он более крупный Дает более направленный свет Но выглядит это все ужасно Он довольно массивный И болтается Выглядит вообще плохо Ну и как бы на практике Практически никогда им не пользовался И последнее в этом наборе Такая штука Она одевается на вспышку Это некий упрощенный вариант зонтика Дело в том что допустим Когда мы снимаем какие-то групповые портреты Если мы просто поставили вспышку на стойку То у нас будет очевидно Что очень сильно бросается в глаза Что вверх Люди сверху будут освещены лучше и сильнее Чем их ноги И получится что у нас либо лица в пересвете Ноги нормальные Либо как обычно Лица хорошо Но ноги уходят в темноту Так как вспышка все-таки Более узконаправленно действует В этом случае конечно лучший вариант Это использовать зонтик на отражение Но носить его неудобно Ставить его неудобно А вот одев на вспышку вот такую вот штуку Это получается она как сфера Довольно большая Матовая сфера Она конечно немножко съедает мощность Мощность придется ставить помощней Но она дает более широкий Более рассеянный свет И более ровно все у нас освещает И удобство качества Это лучший вариант Относительно зонтика получается Но если вам не лень Есть возможность То конечно зонт на отражение Это самый лучший вариант При съемке особенно людей Во весь рост грубо говоря Ну помимо там софтбоксов Снут можно использовать по разному Допустим Среди танцующих людей Где темновато Можно взять и осветить определенных людей Допустим молодожены Чтобы только они были пучком света Направленным освещены Второй вариант Допустим вот как здесь У нас здесь есть одна вспышка Которая находится сбоку За лестницей И благодаря ей Мы получаем тень от лестницы Которая падает на стену Но при этом Тень проходит через лицо Но не создает тень на лице Если бы у нас была только одна вспышка У нас бы Вот эта полоса от ступеньки Она бы проходила А также через все лицо У нас есть вторая вспышка Которая находится спереди Но если бы это была просто вспышка Даже если бы она была на самом Узком зуме Даже если бы там была бы сеточка Все равно бы она освещала довольно широко И у нас бы просто Осветилось все спереди И не было бы этих полосок теней От лестницы Поэтому у нас стоит спереди вспышка Со снудом Опять же Уровень пучка регулируется Там можно снуд вытащить на максимальную длину Можно сделать его покороче И от этого будет зависеть пучок У нас здесь стоит самый маленький пучок света И он как раз размером с голову модели Получается что у нас Передняя вспышка бьет и освещает только лицо И благодаря этому она перебивает тень Которая на лице от лесенки И еще одна очень интересная штука Которую хотелось бы рассказать Говоря простым языком это маска Габо Такая массивная насадка С одной стороны которая ближе к вспышке Вставляется маска металлическая В которой есть прорези для света А с другой стороны вставляется собирающая линза Благодаря этому мы можем создавать полосу света Там есть различные насадки в форме окна Множество полосочек и прочее Но они довольно лажово выглядят Самое лучшее из них это просто полоса И мы можем в любом месте Где у нас самое скучное ровное освещение Создать полосу света Как будто у нас там Через сквозь задернутые шторы Полоску штор или там приоткрытую дверь Пробивается свет И получить уже что-то интересное Единственный недостаток в том Что у нас Если предыдущий комплект Можно за пару тысяч рублей купить на Алиэкспрессе То этот комплект на Алиэкспрессе Почему-то никак найти не получается И он продается только на плеере И стоит он порядка 8 тысяч рублей И это не очень хорошо Плюс надо учитывать то что Сам комплект стоит около 7 Но резиночка в комплекте не идет Который одевается на фотоаппарат С магнитами То есть примагнитится Просто если вы его купите Вам придется его держать рукой То есть если вы поставите вспышку на стойку Вам придется рукой рядом придерживать этот весь набор Нужно покупать еще дополнительно резиночку И здесь важный момент Если вы купили на Алиэкспрессе Прошлый набор В котором есть резиночка Которая одевается на вспышку И все к ней примагничивается То допустим Не знаю Либо это закономерно Либо случайность Но когда я купил этот набор Маску Габо Вот эту вот То полюса Внутри нее были другие И выковырять никак не получается Потому что магнитики Вот в этой В массивной штуке Они прям запаяны Вовнутрь Получается у меня эта маска От китайской резинки с магнитами Просто отталкивалась наоборот И пришлось с плеера Заказывать еще родную Резинку Которая в принципе Одна резиночка с магнитиками На плеере стоит примерно Как весь набор Вот этих вот китайских штук На алиэкспрессе Поэтому Имейте это ввиду Но если кто любит Такие полосы свет И что-то подобное То очень классная штука Опять же Можно надеть еще И сначала Цветофильтр И сделать так Что у нас как будто Там желтая полоса Как будто правда Закатный свет Сквозь штору Пробивается щель в шторе Последнее Что бы хотелось здесь сказать Если вам нравятся Интересны все темы Этих насадок То очень сильно рекомендую Мастер-класс Малышева Именно оттуда Мы об этом О всем узнали И у него очень большой Опыт использования Очень много показывает В практике Как этим пользоваться Независимо от того Что вы снимаете Свадьбы Не свадьбы Именно как этими Насадками пользоваться Как их комбинировать И множество тонкостей И секретов Очень сильно Очень полезно вам будет Это очень интересно Из омлетовских Преподавателей Там еще кто-то Пытается про вспышки Рассказывать Но опять же Я думаю Все знаете Мне все это присылается Бесплатно От различных друзей Подписчиков И все остальные варианты Какие я смотрел Это просто какой-то Урезанный вариант То что рассказывает Леша Неполный Урезанный И не так качественно Поданный Поэтому Реально Если интересно Советую именно к нему Ну либо методом Тыка выбирать Все это Надеюсь было полезно Ну и еще раз напомню Что в описании Под видео Есть ссылки На ролики О том Как снимать банкеты Как там расставлять Вспышки Схемы В зависимости от Банкетного зала Колонн и прочего И также будет ссылка На видео о том Как снимать танцы На банкетах Чтобы люди получились Четкими и хорошими Но при этом Вокруг все было размыто И было ощущение танца Атмосфера танца Передавалась И последнее Большая просьба Кому интересно Подписаться на инстаграм Потому что сейчас Вся движуха там Очень много прямых эфиров Серии фотографий И прочее И все самое интересное Самое своевременное Все происходит сейчас там Все новости И прочее Поэтому буду очень рад Если подпишетесь Надеюсь было полезно Пишите Задавайте вопросы Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok